Давид Рязаев и Павел Куксенко читают комментарии хейтеров. Хейтер. От английского hate – ненависть. Тот, кто испытывает ненависть к какому-либо человеку. Хейтеры, как правило, активно осуждают творчество, которое пришлось им не по вкусу, считая при этом своё мнение единственно правильным. Зачастую неграмотны, необразованы. Евгений Быков. А у меня просто три здесь. Половина ролика – реклама двух клоунов. Вот это я понимаю, что такое. Ни барыги, ни пи***болы, ни клоуны. Почему эти бизнесмены похожи на гопников? Как на гопников? Я вроде в очках такой солидный. Бумажечки. Из приличной семьи. Да, вот такой вроде тоже. Постриженный был. Постриженный был тот день. Счеты, какие гопники. Поехали дальше. Ант Солитарии. Слушай, она придумывает вот этих никнеймов. Ну, короче. Ладно. Словосочетание аукционный брокеридж по неизвестной причине напомнило модельный бодибилдинг. Че? Чувак сажал. Модельный бодибилдинг. Чувак сажал. Уважаемый Ант Солитарии, заканчивайте вы там кушать всякие химикаты за правильное питание. Зож. Приходите. Илья Косолапов. Опять три месяца. Да что такое? Три месяца назад. Сегодня крайние занятия в НААП. Я рад, что у них отучился. Теперь у Синя знакомые инвесторы. С одним, с одним-тремя миллионами долларов, евро, уже заработать больше одного ляма, при этом еще учусь. Илья Косолапов? А, Илья Косолапов, я знаю, да. Кто это? Это наш выпускник. Так это он еще учился. Это еще учился, да. Илья, молодец. Ссылка на Илью, на его кейсы будет в этом видео. Да, да. Мы соберем. По аналитике посмотрим. Возьми на контроль, пожалуйста. Сергей Сергеевич. Слушай, а вот такая злая аватарка. Я прям, блин, болел. Считать. Подъедет, смотри. Зачем сливать бабло на рекламу этой темы? Этот бизнес можно назвать заработок на беде. А торгаши, стервятники или мародеры? Мародеры. Ну, не нравится она нам. На дизы посмотрите. Слушай, ну, на самом деле, уже не первый комментарий только встречается, да. Все думают, что мы зарабатываем на беде людей. На самом деле, это не так. Мы, наоборот, помогаем. Должнику выгодно обанкротиться. У него, к примеру, 100 миллионов долгов. Все его имущество распродастся за 5-20 миллионов рублей. И с него спишут все 100 миллионов. Выгодно же должнику? Выгодно. Государству выгодно получить деньги назад, тело кредита? Выгодно. А нам выгодно заработать на ликвидности лота. Так что, уважаемый Сергей Сергеевич, вы тоже, наверное, на чем-то зарабатываете. Подумайте, экологично ли у вас заработать. Мы несем ценность государству. Как-то так. Плюс ко всему, государство и кредиторы, то есть тем, кому должен банкрот денег, это тоже какие-то организации, тоже люди, которые работают. Это тоже людские судьбы, семьи и так далее. Почему вы видите ситуацию только однобоко? Ведь должник кому-то должен, не обязательно, что банку. Это могут быть и физические лица, еще кто-то и так далее. Поэтому не судите однобоко, посмотрите более широко, вы увидите, что ситуации бывают разные. Сергей Сергеевич. Анна, Анна. Вот эти у хейтеров, ты заметил, с аватарками, с реальными, с нормальными именами, один из десяти. Остальные вот заводят такие аккаунты и ходят там везде, пра-пра-пра, где-нибудь, чтобы что-то напишут. Читаю, не подглядывай. У Давида и Павла, вот здесь хоть немножко культ, такие рожи большие, сытые и довольные. Они явно не поймут периферию. раз мы такие большие сытые довольны и периферии не поймем да будет вам известно 12 лет назад я гастарбайтером приехал из узбекистана в россию у меня обычная совершенно советская семья я не в золотых пеленках никогда не рос и все то что есть у нас сегодня с давидом это то чего мы достигли сами с помощью нашей команды с помощью нас самих и так далее и давид тоже в питере оказался он из украины переехал сюда и не от хорошей жизни он сюда приехал таким же гастарбайтером без гражданства российского приехал сирота сирота у давида не папа не мама не это никогда не было поэтому когда вы пишете там типа сытые довольны и не поймете периферию ребят знаете что мы в золотых пеленках не росли это результат труда если у вас что-то не получается возможно вы просто неправильно делаете ну либо вообще не делайте два условия если ваша жизнь вас не устраивает вы можете поменять любой момент любой может быть любым вер и вер вер джильи и ракета нарисована у него на аватарке полетели очкарик и скажу вам что не от очкарика и не от бугая не пахнет мы приятно пахнем у меня сегодня хром азара я набрызгался с утра по карабан поехали поехали дам так ладно эдуард дорофеев высокомерные ну вот это именно тема на шнаптером это прям это регулярно это уже регулярно сантьяго д муху нос мексиканцы пишут на крючок почему мне кажется что они все так михаил гриша но такой это самый грамотный парень из всех здесь ни одного лайка а почему эти бизнесмены сами деньги не вкладывают свои уважаемый михаил хоть я и глумлю сейчас ваш коммент давайте не будем это комментировать приложим просто статистику моего брата давида о том как на торгах по банкротству за последние годы не как мы преуспели сейчас опять скажет опять успешную что мы просто сделали на какие суммы вы сможете все увидеть прочитать ознакомиться и так далее он наверное имеет ввиду почему мы привлекаем инвесторские деньги если не вкладываем мы свои вкладываем инвестор чтобы быстро расти нужен капитал как бы это нормально все берут кредиты все пользуются инвесторскими деньгами у нас аналогично рынок аукционов он очень большой и у нас естественно нету таких сумм чтобы выкупать и мы пользуемся инвесторскими деньгами нормальная практика ух уж 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 тут такой ник что я не прочитаю его и бать вот эта шляпа и где ты их нашел всякую силу понь качаешь уровень падает посмотри на них что за люди что они могут рассказать жесть я прям чувствует эту агрессивность знаешь там сидит вот такой перед монитором клацает такой что еще написать на тебе еще два смайлика на два дизлайка 42 гадости такой знаешь у него слюни они даже не как слюни обычного человека тряпку вытри монитор протереть лох не знаешь вообще иногда есть ощущение что вообще всех хейтеров ну бог с ним мира всех хейтеров россии объединяет тайное какое-то сообщество где им платят бабки ну то есть знаешь там вакансия на где-нибудь на хэдхантере да там требуется хейтер в день нужно писать по 30 говеных комментов желательно порафинить и придумывать слова из типа дручевые там такая тема это видимо топ-менеджер шляпа это шляпа посмотри и там это наверное варламу было посвящено илья еще четырнадцать его близких тоже бы разумеется даже лайки поставили я думаю знаешь наверно будет круто вообще знаешь сделать такой город хейтеров туда заезжаешь там светка атмосфера антон мастер для покупки не нужна аккредитация купил электронную подпись и вперед чешу чешут шепелявый но антон ты реальный мастер ты такой мастер что прям вообще дай бог тебе здоровья братишка дело в том что туда аккредитация который ты говоришь это требование государства они наши на любой площадке где-то выкупаешь имущество при наличии электронной цифровой подписи аккредитации необходимо но она несложная это примерно как в соцсети зарегистрироваться там минимальные данные так далее поэтому врачу прежде чем писать вот такие вещи все же наверно стоит разобраться или хотя бы чуток на одной площадкой из 50 прочитать что нужно можно еще давай мне вообще болик и лёлик давай разберемся кто я боли комбат так и знал болик и лёлик болик и лёлик адовые персонажи глядя в их честные лица сразу хочется отдать им свои деньги пишет это набор руслада 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 ты же красавчик на самом деле на самом деле молодец а знаешь все почему потому что глядя на нас хотят отдать деньги потому что в детстве я смотрел кашпиро сейчас стаканы воды поближе к экранам и вода будет прям заряжена успех свобода речи знаю этот канал чик свобода речи узнаешь аватарку парни из нам дают огня так держать до пяти процентов в месяц это крутой профи для любого инвестора спасибо за вдохновляющий выпуск спасибо вам большое уважаемый иван из канала свобода речи лайк читай у меня закончил а у тебя закончились у меня а у меня еще есть огонь лучший для меня выпуск побольше в этом направлении серёга дворников красавчик спасибо объявить в комментариях сделаем тебе какой-нибудь бонус поехали дальше алекс курли торги по банкротству супер тема но надо читать книжки по данному законодательству сразу туда лезть не стоит да 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 уважаемый как звать ему алекс кукурли алекс читайте книжки побольше лет пять готовьтесь там и до пенсии останется еще чуток вот и все будет круто мишками в обнимку братан обязательно так поехали дальше будем ну серьезно 73 триллиона вы бы хоть дубль переписали но нет вы дали дорогу этой требухне требухня или вам безразлично было это инфа и вы все равно дали дорогу значит и дальше также требуху льете короче не верят что такой большой раз не правиль не проверял поэтому подружит рынок аукционов в это более 70 триллионов рублей не с потолка взятой это источник до реестр сведения о банкротстве до fed ресурс точка ру официальный источник там все сведения о банкротстве в россии в одном месте вот все консолидировано обобщена статистика ежегодность и так далее эти цифры мы оттуда взяли не с потолка все к комментарии закончились лично от себя хочу сказать большое спасибо от души вы нас повеселили я раньше к таким комментариям знаешь как-то относился вот прям вот умнительно примерно я сих пор переживал там за это и так далее по ночам не за я знаешь из-за чего алекс курли на самом деле спасибо мы четко знаем понимаем что мы и всем светлую миссию мы всегда справедливы в своих действиях мы экологичны в своих действиях и так далее у меня в принципе все продолжайте также хейтить доставляете нам удовольствие моржали может ваши комменты попадут в следующий напишите в комментариях как вам зашел такой выпуск снимать дальше не снимает нам и так далее да павел спасибо ты подворотыш